В столице прошел концерт The World of Hans Simmer. Tender Music представил новую программу музыки великого кинокомпозитора Ханса Циммера в исполнении симфонического оркестра и хора. До этого мы играли произведения Людовика и Науди. Слушатели очень тепло нас приняли. Новую программу мы посвятили творчеству Ханса Циммера. В столице он проходит впервые. Отметим, что немецкий кинокомпозитор широко известен своей музыкой к фильмам. Циммер признан одним из наиболее инновационных композиторов киноиндустрии. Его работы примечательны тем, что они сочетают звуки электронной музыки с традиционными оркестровыми аранжировками. Многие киноленты, как «Интерстеллар», «Король лев», «Начало», «Пираты Карибского моря», «Шерлок Холмс» и «Темный рыцарь» стали узнаваемыми благодаря музыкальному сопровождению Ханса Циммера. Особенность этого вечера в том, что здесь можно увидеть и услышать эволюцию творчества Ханса Циммера. То есть он в 1994 году начал писать музыку для кинематографии. И в этом концерте наши музыканты исполняют произведения из фильмов, к которым композитор писал музыку с 1994 по 2021 год. 91 сезон Карагандинский театр имени Сакена Сейфулина открыл документальной драмой «Ултка Кызмет». Это история о жизни и творчестве национальных деятелей начала 20 века. Герой постановки рассуждает о важности идей, идеологической борьбе и становлении казахской государственности, рассказывает режиссер-постановщик спектакля Айден Салбан. Этим спектаклем мы решили открыть новый сезон. Сегодня важно, чтобы подрастающее поколение знало историю и не забывало национальных героев. Придя в театр, зритель в очередной раз убедится в актуальности идей. Очень приятно сегодня видеть много молодых людей в зале. В наших планах пополнить репертуар театра такими же историко-документальными произведениями. Главными героями драмы стали основатели партии «Алаш» Алихан Быкиханов, Алимхан Ермеков и Жак Ипакпаев. Зрители высоко оценили актерское мастерство артистов Карагандинского театра имени Сакена Сейфулина. При общении к ценностям алашардинцев, носителей лучших черт национального характера, имеет огромное значение в патриотическом воспитании молодежи. В этой постановке показан период последних 20 лет жизни Алихана Быкиханова и борьба алашардинцев за жизнь и свою историческую землю. В этой сфере работаю 28 лет. Думаю, что новый сезон принесет нам новые интересные спектакли, откроет публики ярких артистов и режиссеров. Мне очень интересно было увидеть эту постановку. Поздравляю коллег из театра имени Сакена Сейфулина и зрителей. Пусть новый сезон принесет много интересного. Звезда по имени Солнце. В столице открылась выставка, посвященная памяти Виктора Цоя и приуроченная к его 60-летию. Экспозиция разделена на 4 части. Она знакомит жителей с жизнью и творчеством лидера группы кино. Первый зал – это, конечно же, детство Виктора Цоя. Следующий зал – это известная фотография, сделанная павлодарским фотографом Едогене Язовым. Наверное, фотографию знают все. Это когда группа кино позирует у стены, где написано большими масляными красками кино. Третий зал называется «С Виктором». Там гости выставки ведут беседу с исполнителем, задают свои вопросы и из его же интервью получают на них ответы. Четвертый зал – это пространство «А что если?», где посетителям предлагают пофантазировать о том, как сложилась бы судьба музыканта, если бы не его трагическая гибель. Особое место на выставке отведено рассказу о сквере и памятнике Виктору Цою в Караганде. Уникальный проект создан карагандинским архитектором Дмитрием Быковым. Хотелось сделать интересно всегда, чтобы это как-то смотрелось с разных сторон, менялось. И в то же время собиралось, так сказать, в одно лицо, в один лик, в одну композицию, в один образ. А сейчас мы расскажем вам о некоторых событиях ближайших дней. 28 сентября в Драматическом театре города Шимкента в рамках гастролей театра имени Уэзова пройдет спектакль «Хоштасхэм Кельмидэ». 28 сентября в Драмтеатре имени Ахтанова состоится драма «Тимирнарком». 28 сентября труппа театра имени Умарова покажет публике комедию «Султананатта Султан». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова